в солянке много того чего тебе нельзя колбасы копченые тебе нельзя что хорошо картошку я добавляю томат морковка понимаешь для тебя тебе можно мама знаешь рыбака красна рыбка красна не хочу рыбка красна уточка жирненько курочка жирненько свининка ребрышки рюльки мякиш холодчик варить вкусный борщик с кислыми ребрышками капусту стуши кислую с ребрышками шикарно рагу рагу можно сделать с мясом с курицей уточкой капусту с уточкой стуши вкусно я проглашаю людей я тут знала должна знать какие эти люди чем они страдают ага если меня попали сахарный диабет диагнозы знать надо да 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 а ты спрашиваешь диагноз если я одна сахарным диабетом остальные все едят трублять как ДГУ все подряд что на столе в свете там все разнообразие то для такой как меня вот так чуть чуть что приготовить диетическое а не то что я буду нести варить холодец дома капусту тушить и ты с сеткою че сумкой продукты буду до людей я иду а сколько а сколько тебе надо а сколько тебе надо поесть вообще зачем сеткой в лоточек положила себе того 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 сколько надо поездить я иду на день рождение с лоточками я иду человека поздравить пожелать подарить а мы не должны гости дома поешь и идь дома поешь и идь а ты не думала что допустим один диабетик первого типа вторый там якийсь еще желудком больный третий с печенью больным одному не за те другому те третьему те и что ця хозяйка должна ну никто никакой такого не мала одна я с диабетом никто и нельзя соленая и не идет той нельзя перчоне смеяться будут я прожила 76 год столько нас гулянок было и день рождения были и проводы в армию и христины и манины никто своими харчами не ишел а если такая людина больна для нее трошечки не на 7 человек как ты готовишь тазиками чьи этими утятниками зачем че кастрюляками что будешь жрать 4-5 человек и найдется вот так а мне трошки вот это нельзя это нельзя это нельзя нарезки нельзя света там оливье нельзя морковку нельзя буряк салата нельзя мне остается якась кусочек мяска чтобы было и салатик який более просто но салатик возьми с дому а мясо я не буду я ничего с домом брать значит я тебе приготовлю значит я тебе приготовлю те что тебе можно и ты будешь исти те что тебе можно ну света будет с ног падать ма яких там с ног курица общеготовится мне витилья кусочек мяса який салат что там с ног падать для меня фрикадельки че для меня начинять что то надо че перец че щось еще не надо так более просто и чтобы и ситно было и доступно мне я стушу что-нибудь и тебе принесу эй 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 эя эй 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 э он не пьет. Ему, знаешь, там нравится, как нет стирки, он через окна дивится, течки летают, он там собачий. А как стирка текает уже. Вот тебе, как сахар более-менее, так ты более-менее. Ну, я более-менее, я есть нормально. Нет. Ну, 9 и 3. Когда сахар, то как? Самое, 9 и 3. Хоть 3 сахара, я так никогда не садю. Это не мой адрес. Да, Пусик? Я с Пусиком на едини. Вот такая. Очень понравилась Олесе Кольцо. На букет дивлюсь, вспоминаю Олесе. Очень понравилась. Тоже, говорю, написали такие. А я тебе сказала, ей понравится. Очень хорошая. Воно и на меня хорошая. 17 с половиной. Так, конечно. Единственное, вот это, вроде тяжеловато, да эти складочки, да косточки. А оделась, а тут хорошо. Она говорит, мама очень хорошо так восприняла. Говорит, а боялась, что мама вдруг скажет, что... Да, нет. Для таких людей, как она, мне не жалко. Мама сразу сказала, молодец. Лодари. И выбегают, только не успею приезжать, выбегают на берет и клянчей. Я против этих, против. А ей, я сказала, беру хороший. Женщина, диви, какие букеты. Первый раз в жизни я побачила собі на день народження такой красивый взрослый букет. Женочка, сама шо носа, трошки, може, на сантиметр выше меня. Полненькая такая. И сказала Надя, что она один раз только вставала. На пяти этаж еще в обхвате більший, как эти тульпаны. Один букет. А, я думаю, ты про Олесю. Второй букет. Поздравляет, денежки кидает. Я, ты кажешь, я думал, ты про Олесю рассказываешь, шо повніша мэна. Хто? Ты кажешь, шо она повніша мэна. Хто, Олеся? Трошечки. Олеся? Трошки. Не, не Олеся. Та, шо переноса вещь. Букет, курьер. Да, да, курьер. Курьер. Не, не, я ту не бачила. Ну, я бачу. А я не бачила. И иконы у някій на это... Да, икону тоді висла. Може, шо цього я и живу. Понятно? Человек от щирого сердца. Не з ненависти, як ви. Щоб подохла, кришка не закрила. Яка та людина. Який це мужчина. Це хороші женщины пишуть, мам. Це женщины пишуть, матері. Женщини-матері. Да. Це ті женщины, яких красят носогубки і помада. І сиськи силиконові. І кандибоберного. І сидить сорта саме поганая. Да. Я думаю, що вона женщина. А если я носогубки там делаю, або подкалую. І говорят, он злой. Он злой. Обещаю. Он злой, потому що его носогубки... Я вас нічого не накрасила. Нормально, якщо нормальні чертилиться. Я і в 76 нічого. Усик, у тебе тоже носогубки. Он злой, говорить, потому що он поїхал до косметолога, а й у нього носогубки остались. Хто? Носогубки. А куди ти їх динеш? Я і понимаю, що вони остануться. Я ж не ждал, що воно у мене буде натягнуто, як шарик надутий, що нічого не можу. Це щеки, куди ти їх? Це добре, що він щеки вбрав. Це лоб, ось тут. А в той разі поїхав, зіна бачила. Це комедія. Які уколи. Це великотерні. У мене так лицо хорошо держиться, от этот каркас от нити. Я, кстати, рекомендую. Я дуже рекомендую. Я дуже рекомендую, кстати, сделать вот эти вот нити, ребята. Очень класно. Вот эти вот нити. У мене появился вот так, ну, знаете, прям чувствуется вот такой, ну, то есть лицо твоё как будто вот так держится. Вот как будто раз его. Это полимолочная кислота. Она рассасывается. И она потом еще продолжает вырабатывать коллаген. То есть я рекомендую вообще эти нити. Даже там, ну, кто хорошо относится ко мне, кто плохо, не важно. Просто рекомендую, что это классно. У мене вот это, смотрите, какое, ну, шея какая стала совершенно другое. Нет этой дряблости. Лоб мне сделаю. Конечно же, носогубки будут, и это щеки, куда ты их денешь. Конечно, оно останется. Как вы думали, будет? Вот даже если вот так натянешь, да, оно все равно есть. А когда будешь улыбаться, оно все равно есть. Ну, понимаете или нет? Конечно, это будет. Это, ну, нормально. Поехал деньги. Поехал деньги. С приправой? С корицей? С корицей? Куркума, куркума. Это куркума-приправа называется. Ну, давай, да. Понятно. С корицей. А вот и до меня. Мамка, трошки раздивайся. Иди ближе сюда. Ну, сейчас, придержи. Так, нет, ближе иди. Вот так, просто. Потому что это же не для далеки, а для близких. Значит, ты должен пойти близко, а я через... А что ты хочешь дарить так? Я хочу вычислить твои... Вот так себе, ага. Ага. Вот ничего не мое. А что должно быть? Хорошее. Ну, что бы, смошок, ну. Так, мое не было там смошок. Просто она стала... Видишь, что тут синяя? Да, да, бачу. Это под кожей, как кровопотек вот от этих. Ну, оно должно рассосаться. На лобе же не мое. Чего ж ничего не было? Хорошо. Да, шевел. Да, посмотрите на меня, у меня вот тут нет, не висит ничего. Посмотрите, у меня 76, у меня ничего, да, висит не красиво. Как у этого, как у Пеликана, вот это вот. Да, да, да. Так, и у меня нет. Я думала, ямки не будет, ЕС, у меня. Да, чего ж не будет? У меня, у тебя и Вайдика, у Ири нет. У Ири тоже ямка. Здрасте, Срака Новый год. Ты что? Ну, Ири ямка, конечно. У нас у всех ямки. У всех пишут, да, у маму. А мне нравится, и мужчины с ямками, и женщины. Красиво. У меня с ямкой. Спасибо. Вот я теперь раздивилась. А так Зина пыта, ну, вы видели разница есть? Кажу, Зина, для того, чтобы я бачила, должна подойти, потрогать, подивиться. Что там бачили? Хороший косметолог, это когда ничего не видно. Когда ничего не поменялось, а ты замедлил процесс опускания лица, всё. А это тебе лекарства вводили, да? Ну да, да, специально. Багато раскололи, да? Не. Раз 60. Ого, каже нет. А что так багато? Нитки. Где-то 60 ниток. Так что? Ты не боишься этих опчиков? Нет. Ну, я в целью его работа шутила. Нравится, не нравится, я бы скажу. Красота требует жертв. Понимаешь? Жертвует человек. Ну, ничем ты не жертвуешь, что ты пришёл, лёг, ну, немножко где-то некомфортно, немножко где-то там покалывало, немножко где-то там коль-коль, ну и всё. Комарик кусал немножко, и всё. Что ты там такого прям терпел? Что ты тебя мучил или что? Пытки? Ну, а мне надо под общим наркозом. Что? Клубочка вставляется, им всё видно, понимаешь? И дело, и дело. Куда? Ну, если я буду, чтобы мочевый. Для мочевого. Где ты будешь делать? В Киеве. Кто это тебе сказал? Я тебе сказал. До Ярика, он хороший доктор, ты сказал. Мам, он косметолог. А так они делают? Ну, филер тебе в звезду в колы, ну что это поможет? Он всякое делает. Делает? Ну, при чём тут ма? Ну, это филеры. Тебе надо там проблему с мочевым думать. Нормальные люди дивиться. Урологи там, я не знаю. До другого врача. Специалисты другие совсем. Ну, конечно. Он тебе филер вставит, а что оно поможет тебе, или не поможет? Не, не надо мене. Мучить наркоз, латать обратно. Воно одному поможет. Так, а что ты мельишь тогда? Не, ну я хочу до врача хорошего. Чтобы этого уже не было. Мы тут були в Днепре. Мне надоело, сынок. Только высушу, опять в машинку накидаю. Прокладки я выкидаю, а трябочек стираю. Между ними ставлю их, чтобы было товще. А прокладки не спеваю, я потихоньку підкупляю. Уже Америка высылала, три упаковки уже нема. Это три месяца, три посылки. Вот видите, ногти делал. У тебя сам не подрезал, видите? Нет, до той самой Виктории, да. И вот вы говорили, что раз в неделю это, типа, ну сильно часто. Вот не часто, смотрите, как кутикула выросла. А сейчас ты до этого, когда мы пидем? Да подолого? Ага. А что пидем? У нас же есть телефон. Давай пригласим. Ну мы вызовем и все. Давай пригласим. Вот видите, как оно зарастает. Я сам уже не буду стричь. Пока нема я от того, что по ушам. Давай ножки сделаем. Вот видите. И три я. Это вот за неделю, наверное, когда я делал, кто помнит. Он сяду там, тут приборы включаются, а мне ей удобно. Хорошо. Я лаком, наверное, не буду покрывать. Это мне тоже тогда не надо лаком. Да ну, такой лаком как лишнее, знаете, перебор немножко. Так. Она и говорила, что лаком оно мне надо, типа. Если вы хотите. Будет своё естественное и все. Ну, бухитяна. Ну, бухитяна. Ужас один. Сколько пооткрывали себе. Представь, какие пронесли. А так головки закрыты. А теперь, смотрите. Ну да. Ты вчера целый день не был. Вони тут стояли. Ночь стояли. Так я вот так вот тварь сейчас закрыла. Надо открыть. Хай иду воздух. Люди пишут. Очень красивое кольцо. Налеса выставила. А ты снял. Понравился, да? Понравился. Я крас подошёл, да? Вона видно сказала, який размер. У ней размер мій. 17,5. Красивое. А что мама будет возражать? Я вижу, с какой душой вона до нас, так и мы до неи. Алло, Дакуль. А что делаешь? У мамы. А что ты хотела? А на сколько? Я не вспью, наверное. До Сайга-ка сейчас ещё. Ты ещё не ходил? Нет. Коти выходила, по двори, кормив кошку. Ну давай сейчас ходю до Сайга-ка-то. Приеду. Не на репетицию, значит? А? На сколько тебе на репетицию? На 4. На 4. Не знаю, с вами это с кем. Таня, Артём и борща на лей. Я же обещал. Я не могу. Ну на лей, на лешку дай. Нет, потом дай. Сейчас не подхожу. Ну сейчас не, потом дай в холодильник. Добрый, давай сейчас до Сайга-ка-то допиду. Приеду. Что не хочет? На фабрику тут поехать. Так, вот пишет женщина. Сейчас я сразу... Это ж хотел посмотреть Олесина. Хорошо, женщина, я отправлю вам. Шоу, она хочет, женщина. Ну, то, Олеси. Спасибо. Родненький мой, Савеллиад. Это божественно. Вот колечко она одела. Глянь, как оно сияет. И не такие бриллианты. И то не те. И те не те. И пыль бриллиантова. И ты просто не понимаешь. Так мне нравится, когда люди... Савеллиад, ты просто не понимаешь. Просто понимаешь, ты просто не понимаешь, поэтому тебя там... Ну, немножко тебя развели. Типа и ты лох, Савеллиад. Не, в магазине, блядь, оно лежит, понимаете, официально. Сертификатом. Совсем на свете, знаете. Именно для меня этот бренд. Создали, чтобы вот именно меня нашли и мне продали. А другие люди... Ну ладно, я не понимаю. Ну, а другие, что тоже заходят, ничего им не скажут, да, что такие кольца у вас дорогие, что это говно такое. Пойдите Тифа не купите. Знаете, какие цены на это все? Булгари, Тифа, Нихериф, они все дорогущие. Это бренд. Понятно, что это не бриллианты, которые там огромадные. Это мелкие, меленькие бриллиантики. Но это бриллианты. А не пыль. Это ты не понимаешь. Вы много понимаете. Ага. Понимал ему всегда. И наоборот разбирается. Он, ребята, даже он все пишут. Даже он те, которые просто смотрят, говорят, смотри, какая разница на лице. Вот Ярик, кстати. Молодец. Он как врач хороший именно. Вот женщина пишет все. Сама, здравствуйте. Я долго не решалась написать. У меня мама, проблема 83. Проблема с ногами, как и у твоей мамы до операции. У нас была такая каталка, мама холодная, но мы не доглядели ее и украли. Теперь мама дома только выходить на порог подышать. У нас частный дом. У меня нет денег. Единственное, что могу оплатить, это доставку. Каким бы ни было твое решение. Уважаю тебя, если сможешь, что ответь мне на Viber. Ирина, хорошо, я вам сейчас напишу, и потом завезу ее как-то на новую почту и отправлю. Она все равно стоит, никто ее не покупает, продавать ее не хочу, поэтому отдадим эту каталку женщине. Правильно? Правильно, Сина? Да. Напишите мне свой адрес, телефон, имя, фамилию, город. Я отправлю. Как у Олеси? Муж на это посмотрит, что подарок подали. Я мужа знаю. Ее мужик? Да. Хороший мужик. Кажу, не можешь вытащить у этих 20 точек аккуратно, как и вы сядь. Мам, они уже, мам, уже не заморачивайся. Оно, еще день они все завернут, мам. Не заморачивайся. Это тюльпаны, они уже не будут долго стоять. Они еще день-два уже не заморачивайся. А потом я заберу и выкину, все. А корзину оставим. Они так пахнут. Я чистила глазки. Открыть двое, сыночек. Ну, красивый. Прокучай, Ива. Хороший. Такой хороший котик. Ира, глаз на тебя положила? Глаз на тебя, Ира, положила? У меня от дома тебе. Не, тебе свой дом есть. У тебя есть своя хата. Да. Ты тут хозяйнуешься. Там будет... Ну, он тут хозяй. Там будешь приемок. Он сюда заскакивает. Кто тебе не отдать, пустьонок. Полежит, полежит, потом на кресло. Вот так. А то сюда заскакивает. Если что, Надя прийде, будет жить с тобой, пустьонок. Все равно никуда не поедешь. Будешь тут зайчик. Если тебе не будет, будет тут Надя жить с пустьоном. Да, сейчас. Разгонайся. Все за чистого нет. Будет, будет. Ага. Начинаем, наверное, заходить. Но я вообще и одного дня не буду. Вообще и одного дня не буду. Не вижу. Мне надо семь. Семь, шесть. Ты поедешь? Не знаю. На игре не поеду. Закрывай двери. Страшно. Ага. Что ты? Да.